Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и вы на самом здоровом канале про спорт. Вообще-то нет, недавно просто был UFC 264 и я как видеоблогер не могу обойти эту тему стороной. Тем более там был Макгрегор против Парье, их третий бой и Макгрегор проиграл. Ну что ж, давайте пофилософствуем. Постараюсь успеть в своем философствовании пока курю, но ничего не обещаю. Короче, если вы фанат Конора Макгрегора или фанат Дастина Парье или просто ненормальный человек, то пожалуйста успокойтесь и дослушайте до конца. Мы в данном видео здесь не будем ничего констатировать, приводить какие-то супер неопровержимые доказательства и факты. Я здесь просто философствую, окей? Все, закрепили? Замечательно, погнали. Короче, состоялся бой, который вы скорее всего все видели, раз вы перешли на это видео, и Конор Макгрегор проигрывает решением даже не судей, а врача, потому что ломает себе левую ногу в районе лодыжки. Естественно, весь такой недовольный, но давайте разберем это с нескольких сторон. Первая сторона, если мы оцениваем этот бой в рамках первого раунда, то, ну, Конор начал живенько, а дальше, а дальше Дастин забирает первый раунд. Это не я так сказал, не зрители, а судьи, которые прямо вот сидят вот так около севки и смотрят на это. Им как бы виднее, кто кого больше душит и кто кому больше ударов наносит. Соответственно, если бы мы рассматривали данный турнир, данный бой в рамках одного раунда, Дастин победил. Все, тема закрыта, спор закрыт. Вот тут включается нюанс в рамках сломанной ноги Макгрегора. И вот здесь Макгрегору отчасти даже повезло. Да, печально, что у него была из-за этого операция, ему вставили один или два металлических штыря в ногу, чтобы ее как-то поддержать. Но почему же ему повезло? Да потому что если бы Конор в третий раз проиграл Дастину нокаутом, а это скорее всего бы было, то я бы на месте Данна Уайт вообще бы его исключил из топовых и высокооплачиваемых боев. Это было бы похоже как сотрудник, который долго у вас работает, но последний год он постоянно косячит, не выполняет план и иногда не приходит на работу, аргументируя это тем, что он пил на выходных. А сегодня среда. То есть, как бы, таких сотрудников надо увольнять. А у Конора последние бои это проигрыши. Ну, Сирона не считаем, это исключение из правил, да? Так вот, для Конора это достаточно жирный плюс на возможное продолжение. И те, кто скажет, что если бы он ногу не сломал, он бы Дастина забил в других раундах, тут я сомневаюсь. Можно, конечно, сделать акцент на том, что Дастин бы устал после такого прессинга, после первого раунда Конор бы включился, ему бы подсказали его тренера. Но что-то мне кажется, что взрывной Конор, который обещал вырубить в первом раунде, и в принципе он в основном работает в первом раунде, не вывез бы в дальнейшем бокс Дастина, проходы в ноги Дастина и так далее. Кстати, относительно проходов в ноги. Кто говорил, что первый пойдет Дастин, кто говорил, что душить нельзя, кто говорил, что на носилках унесут. Конор, карма! И вот это вот следующая тема нашей философской беседы относительно кармы, которую мы в этом скучном подкасте с лицом затрагиваем. Как говорится, возможно, карма сыграла, но я не верю во всю эту мистическую фигню. Можно, конечно, еще послушать тренера Конора, который сказал, что у него левая нога была травмирована, но при этом на снимках все было хорошо. Возможно, это сыграло, как он сказал. Можно послушать Дастина, то, что он защищался от ноги Конора рукой, тот попал ему в локоть, и тот якобы услышал треск. Но утверждать не будем, я не локоть Дастина, я этот треск не слышал. Возможно, тут сыграла Аура Дану Вайта, потому что, когда Конор пинал Дастина на битве взглядов, он пнул по пузу своей коленкой, левой коленкой, опять же левой ногой, Дану Вайта, может, кто-то его заговорил. Но это опять мистика. Может быть, вообще там было слишком жарко, и пятка Конора вспотела, и такая, в жопу нахер, я ухожу, где здесь холодно? Канадик, пиздую туда. И упиздовала. А Конор остался вот как бы биться. Но не получилось. Но по мне, скорее всего, была травма или перенапряжение в ногах, возможно, как раз в левой ноге, потому что, если вы посмотрите видео детально, как Конор входит в октагон, вставлять я его, естественно, не буду, чтобы Ютуб меня никак не порезал, потому что эта сука в последнее время лайки скручивает, просмотры из-за этого не растут, нахер это надо. Найдете, посмотрите, весь интернет сейчас в этом. Так вот, если вы посмотрите на этот момент, Конор так немного подбуксовывает левой ногой, как будто ее вставляет. А то, знаете, когда у вас небольшой спазм на спине, вы хотите поправиться, да, там в шее вы ее разминаете. То есть вот есть напряжение. И там видно, что он ее так, как будто поправляет немного, и только потом выходит своей вот этой вот походкой по клетке пройтись. Мне кажется, что все-таки, возможно, не травма, просто напряжение было в ноге, расшатал ударами, и именно неудачно встал, все-таки он невысокий, а для своего роста он, ну, крепко сложенный. И именно на отходе, с закрутом, с массой, с энергией, со всей которой ушла в ногу, и, скорее всего, скольжение ноги дало такой результат. Сам играл в свое время в баскетбол, знаю, как ноги вылетают направо и налево. Скорее всего, случилось это. Но, опять же, для Конора это плюс, потому что Дастин бы его вырубил, будь там второй, третий, четвертый, пятый раунд. Хотя, я думаю, закончил бы в конце второго, в начале третьего. Но это моя философская позиция, ни на что вообще не претендую, вот просто высказываю вам. Ну и, в принципе, все высказал. Снимаю это видео только потому, что тема хайповая, и захотелось поговорить самому с собой вот перед камерой, да, и набрать чуть больше, чем 10 просмотров на видео, и чуть больше, чем 2 лайка. Но если будет больше 15 просмотров, то это все пиздец. У меня канал с ума сойдет, почувствует хайп, и как в прошлый раз пойдет, блять, бить морды и пить визги. Вот, поаккуратнее тоже с этим, да, вот там 3 лайка максимум, и вот 14 просмотров больше не надо, да. Но подписаться всем, вот, чтоб подписалось 10 тысяч человек. Вот так это вот работает, да, вот. И приношу извинения, наверное, за свой вид, да, то есть я тут не в галстуке, не в пиджаке, а просто потому, что, ну, вот, после тренировки сразу снимать, и типа я такой, боец UFC, актрагом! Вот, и фон как кровь или как вино решать вам. В общем, спасибо за просмотр, спасибо за этот сумбур, Конору поправляться, Парье должен получить пояс, наконец-то, а вам хорошего времени во всем срезе вашей жизни, и ничего не ломайте, это неприятно. Всем спасибо! Всем дизлайк! Субтитры сделал DimaTorzok